всем привет и добрый день продолжаем ремонт нашей машинки что было сделано это все обрубано все это снято нам надо что сделать приподнять ее повыше чтобы дорубить остатки вот этого порога естественно надо будет подмести потому что пока старый сурболе тут кубометра грязи с ним насыпался крышка 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 колотая ждать в алюминий прям срочно ждать но все дело в том что у нас проблема у меня поломался домкрат есть вот такой всем известный домкрат который я когда-то покупал за 800 рублей вместе с двумя пирамидками вот такие пирамидки к нему шли страховочные вот такие страховочные пирамидки извините телефон перебили телефон звонком вот эти две пирамидки вот такие вот страховочные очень удобные очень красивые шли в комплекте вот к этому домкрату и когда-то давным-давно я за весь комплект еще и пластмассовый чаймарданчика дал 800 рублей сколько сейчас так это удовольствие даже не предполагаю но наконец-то лет за 10 его их эксплуатации страшно интенсивно это самое он поломался но нам начал ломаться давно вот тут а вот у него ведь он даже просто стоит а с него он вытекает масло видно да просто течет вот чуть нажимаешь просто-напросто но вот течет очень очень сильно то есть примерно литр масла надо чтобы поднять машина потом это все вытекает так что сейчас попробуем это все отмыть но поэтому на грязно на течет пыль грязь заливается сейчас попробуем это хоть как-то почистить чтоб добраться до сюда разберем посмотрим что там за резинка манжетка и так далее попробуем отремонтировать если удастся ролик будет если не удастся ну на все ролика не будет и вы его не увидите ну что приступаем не стал я отмывать домкрат думаю разберу сначала рядом в чем причина короче вот тут есть вот такой вот маленький маленький как это назвать тело вот такой шток с вот такими манжетиками вот лево это резиновый манжетик а правый тоненький виден как бы с прорезью штатный как бы покажите в общем с прорезью это с полиэтилена с какого-то он сделан и увидим они уже иссоркались то есть найти готовы я не знаю их искать делать новые тоже как вариант сейчас я попробую снять и туда под низ намотаем синие изоленты посмотрим что же это выйдет ну вот я снял два манжетика им резиновый другой полиэтиленовый вот отсюда вот сюда надо сейчас намотать синие изоленты вот в этот штучку так ну вот почистили кардосеточкой обезжирили ее и теперь делаем что берем скотч обычный скотч до лавсановый прозрачный и у кого есть термоусадка трубочка термоусадочка я подсмотрел этот вариант на у виталика каховки он тоже ремонтировал такой домкрат и сюда было поставлен кусочек термоусадки трубочки нагрето он сжался и все получилось хорошо у меня трубочки нету я хочу попробовать другой вариант берем обычный скотч лавсановый да этот теперь самая проблема это все знают да надо попытаться найти край 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 этого скотча вот это самое сложное в этой операции но нам это удалось край мы нашли так теперь берем обычный канцелярский нож ну желательно острый и не такой ржавый как у меня но неважно отмеряем ширину отмеряем ширину и отрезаем вот такую полосочку так где тут острая кромочка вот так надрезаем и поехали много нам не надо нам надо витка 3 то есть сантиметров 10 будет достаточно есть надрез и вот так вот мы снимаем тоненькую полосочка вот она видите снялась и теперь ее очень-очень нежночка вот сюда вот вставляем под придется конечно поиграться и наматываем и наматываем нам надо намотать буквально два три плотненько красивенько аккуратненько она вот скручивается да все это распрямляем вот она с натяжкой с натяжкой это все делаем натягиваем 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 так и чтобы нам зафиксировать вот кончик да тут видно нет скотч болтается я не вижу вот 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 кусик берем супер клей он масло не боится ставим сюда капельку и заклеиваем кончик заклеиваем чем-нибудь поджимаем прижимаем формируем красиво делаем ждем несколько секунд ну минут пять можно кофе пойти попить и потом вставляем наши колечки ну попили мы с вами кофе там уже все подсохло у нас красивенько аккуратненько берем резиночку резиновый манжетик одеваем всего встал на свое место дальше берем полиэтиленовый манжетик вот такой вот разрезная втулочка такая интересная надеюсь сейчас хорошо разрез видно будет до вставляем все то есть мы внутренний диаметр увеличили колечки стали но они теперь чуть чуть пошире пробуем собираем домкрат я так и не помыл сейчас попробуем но чтоб песок туда не залетел так но и все можно собирать пробуем так открутим сначала фиксатор и собираем 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 а что до собирать просто ну ребят плотночка идет прям прям плотночка мне нравится берем наш чопик так чопик шплинтик теперь надо а куда я шплинтик делал кто знает ё-моё потерял отказанная рука жоп ребята ну вот ну что же делать но потерял я шплинтик и что теперь делать а я знаю что ребята делать надо просто взять новый шплинтик шплинтик найден новенький красивый вставляем опа есть попали есть воткнули что посмотрим будет ли он качать или нет ну знаете ходит очень плотно прям очень плотненько и масло как видите отсюда пока не выдавливается до ремонта буквально один-два качка здесь вытекало масло вот может подкачаем не течет может быть закрутим сначала масло нет ну правда и подъема как такового все выше не поднимается масло кончилось но сейчас зальем маслица и посмотрим что из этого вышла теперь выкручиваем кран или клапан фиксации да вот там внутри есть шарик пытаемся его достать если у нас это выйдет то хорошо но не получается надо магнитную битку туда ставить и там вылезет шарик ну даже если он не вылазит это как бы не страшно дальше берем пресс масленочку и просто-напросто потихонечку туда вливаем маслица так как стоит шарик эти уровень есть я теперь начинаю как бы качать уровень уходит опять капельку туда опять капельку ну вот вроде бы и все больше туда уже не не впитывается и вот опять выходит видите то есть уже там уровень есть уровень есть поэтому можно что закрутить обратно если кто спросит чем мы его заправляем какое масло ребят я не парюсь берем масло промывочное в данном случае лукойл масло промывочное да то есть там жиденькая чистенькая маслица которую можно всегда налить ну а можно поискать специально масло для ну типа вот такого индустриального масла и мы же там и 20 там и мс-20 или еще что-нибудь короче что у вас есть уилите я сильно на эту тему не запарюсь хотя есть специально масло для гидравлики там допустим для амортизаторов еще для чего-то можете налить масло для гидроусилителя руля цилиндр цилиндр гидравлика гидравлика будет работать и конечно будет все сейчас попробуем что у нас получилось как видим подымается полностью сейчас пару раз прокачаем то что там чувствуется что воздух еще остался системе ну и здесь у нас сухо а раз сухо значит что правильно все получилось сейчас поставим под машину попробуем как он будет машину поднимать под нагрузкой ну и вот ребят подняли машину сухо 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 надолго хватит на месяц на два на полгода я не знаю я не знаю на сколько хватит этого ремонта но вот в данной ситуации мне надо было поднять обижать по магазинам искать запчасти на рынке на безымянные китайские изделия да ну наверное это будем считать несколько абсурдно или опрометчивой затеи а вот так при помощи 10 сантиметров скотча клея момента мы отремонтировали с вами домкрат да буквально там за 20 минут не спеша с кофе который работает то есть если хватит не там на два-три подъема я работу сделал сделал я не отвлекался да не поехал куда-то что-то то есть эта серия у нас получилось с вами не о ремонте всем привет не о ремонте в пятерке до ремонте домкрата домкратик поэтому если у вас ломается домкратик ну как бы в данной ситуации ничего страшного скотч клей руки и все заработало ну а как вариант можно конечно пойти купить новые не трахаться ну а на этом всем всем большой привет и до свидания виталик виталий каховка большой тебе привет большое тебе спасибо идея подсмотрена у тебя ну ребят маленький паскриптум да если интересно каким маслом заправлять эти домкраты да любым летом когда жарко вообще любым можно да ну зимой когда холодно и минеральные масла отработки всякие замерзают но я использую вот масло промывочное для двигателя цена недорогая чистенькая хорошенькая наливаешь работает и жиденькая она главное что она жиденькая то есть зимой при минус 20 градусах домкрат все равно сохраняет свою работоспособность но теперь наверное действительно все всем 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 большой привет и до свидания ремонтируйте свои домкраты но если есть деньги покупайте новые я не возражаю всем пока